Привет, ребятки! Есть одно задание по убийству чудовища, которое автоматически проваливается, если идти на склад до его выполнения и выполнять задание Дела Государства и Важности по убийству короля Родавида. И поэтому я это задание выполнить не смог, и я решил снять его отдельно. Может быть там есть что-то интересное. В чём дело? Сука! Ещё один нелюдь! Тихо! Решим вопрос по-быстрому. У нас тут такой небольшой заказ для ведьмака. Возьмёшься? Небольшой может и не окупится. Окупится? Об этом не беспокойся. Только разберись с этим быстро, а то я уже порядком времени потерял на этих двоих. У них общий склад, в котором завелось чудовище. Само завелось? Это ты его туда запустил, чтобы оно мне башку оторвало, а ты бы наложил лапу на мои товары. Не вали с больной головы на здоровую, курдюпель. Мне всё равно, кто кому гуля или другую какую стрыгу подложил. Надо от этого избавиться и всё. Вот так как, ведьмак? Берёшься? Конечно. Я этим займусь. А я не согласен. Нелюдь будет нелюдя покрывать. Сейчас они мне ещё оба тут станут доказывать, что это не гуль, а моя собственная бабка покойница. А может, она и есть. Я так этой страхолюдине не приглядывался. Заткнитесь! А то, как ведьмак чудовище убьёт, так я у вас ещё ревизию на складе проведу. А вот это необязательно. Проклятый склад. Задание, которое... Я таки не взял. Вот он как называется. Что же, идём на склад, ребята. Тут живёт пока что накер. Подождите на... Это не может быть всё. Ну нет. Его держали в клетке странно. На прутина кероретка молодого дырочку. Что-то ещё есть. След широкий, глубокий краснолёт. Так. Расскажи, что случилось на складе. Вот жалко, это задание не выполнил. И что? Уделал ты чудище? Да. Я же говорю, быстрее всего ведьмака нанять. И что? Понял, откуда он там взялся? Я нашёл клетку, я нашёл клетку. Я нашёл клетку, в которой держали накера. Прутия в ней были подпилены. То есть, кто-то хотел, чтобы он выбрался наружу. И кто из них это сделал? Думаю, это краснолёт. Что? Это бред какой-то. С чего бы мне это делать? Представляю, как этот расист тебя достал. Но этого хватит. Ты держи свою плату, а ты за мной. С удовольствием посмотрю, как он запляшет на виселице. А ведь кто-то ему ещё и петлю накинуть должен. Что, вот так всё просто? Там был след краснолюда, но... Не знаю, может быть, это подстава какая. В общем, да, задание проще простого. Я даже удивлён, что его почему-то отменили, его выполнение. Я был очень удивлён. Ну, ладно, ребят, перейдём к... Ну, уже к настоящему времени. Привет, ребятки. Мы едем за снаряжением Школы Медведей. Я что-то уже собирал по ходу игры, поэтому... Я не буду показать, как я собираю всё. Я уже просто не смогу это показать. Так что мы просто дособерём то снаряжение, которое я ещё не собрал. По сути, собирать его несложно. Главное, понять, где оно. Но сделать это, ну, немножко сложнее. Но главный секрет в том, чтобы просто походить, ребят, по знакам вопроса на карте. У меня найдена замерчика, где искать снаряжение Школы Медведя. Базовое снаряжение, правда, не улучшение к нему. Потому что, как я понимаю, доспехи Школы Медведя самые мощные доспехи в игре. Почему-то угры тут уже нет, и я могу просто взять и забрать. Нет, я забрать... Нет, я не забрал, кстати. Я помню, здесь где-то в угры ходил, поэтому надо поискать. Здесь должно быть ещё снаряжение. Слава Севера. Доспех ласточки. Даже не знаю, какое мне большее-то день кровотечение. Мне кажется, это доспех ласточки, но даже лучше того, что... У меня есть. Я не знаю, правда, где я его откопал. Походу, мне его дали за какое-то задание. Правда, что-то придётся выкинуть, ребят. Но я не могу столько на себя носить. Даже у Видимака есть какие-то пределы. А так, у нас полно запчастей. Так, можем запросто, мне кажется, выкинуть парочку предметиков. Танцор. Некоторые периоды очень жалко выкидывать, но надо в итоге. Например, укротить. Всё же, используем адлинное зрение, чтобы отыскать кусок брони. Он может вполне быть и под землёй, ребята. Здесь по-разному бывает. Он может быть и наверху, на башне. Тоже не исключено. Вот с этим здесь проход, возможно, где-то здесь. Во! Письмо рыцаря Холомира. Чуджёв-себный меч Школы Медведя. Готово. Мончелист на ведьмака Герда. Пора почитать, ребята. Письмо рыцаря Холомира. Я не буду его пересчитывать, но можете в свободное время, ребят, сами. Прочесть. И Бончелист на ведьмака Герда. Срешу преступление против княжеской Тиары. Обыскать развалины. Видите, у вас получили снова информацию. Обыскать пещеру Сирены. Обыскать развалины Корчмы. То есть, по сути, мы практически знаем, куда ехать. Нужно просто по карте это, собственно говоря, уточнить, например. Старо-строжевая башня. Вот куда нам нужно отправиться. Следовательно, теперь едем в деревню Рогниш. К ближайшей точке Переноса. И от неё уже поедем дальше. Что же, мы идём на пещеру Сирен, ребятки. Я вас туда проведу. Пойдём пешком. О, смотрите. Циклоп. Раньше, может, для нас была проблема. Теперь 21 уровень. Я царь и бог, циклоп. Никто, по сути. Да, он может меня ударить, а глушить. Не вести особую урон, в принципе, нет. Ну и кто у нас циклоп? Он... 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 С ним что-то странное, походу, произошло. Его корёжит. Лука-чудовище. Глаз циклопа. Возьмём. Пускай будет. Спускаемся в пещеру Сирен. Я в ней уже бывал раньше, но меня там убили после... После похода в эту пещеру. И поэтому сохранение с того времени не сохранилось. И я просто повторно не хотел идти, потому что я там далеко прошёл. Ну не то, что далеко. Я и по карте просто далеко ушёл. А тут маркера нету. Приходится пешком идти. В общем, я в пещеру не возвращался. Но... Тут даже врагов нет в этой пещере. Здесь всё очень просто. Как видите, здесь просто вот эти линии ведут нас вперёд. И тут в одном из сундуков... Есть то, что нас интересует. Весь прикол в том, чтобы этот сундук найти. Я знаю, мы немножко отошли от указателя. Но, насколько я помню... Сундучок может находиться и не на месте, где указано на карте. Вполне может находиться здесь. Вот, скорее всего... Да! Это оно. Письмо Ингеборге Калибс до тира. Арбалет школы медведя. Ребята, медведя как вам угодно. Посмотрим. Что это за арбалет? Он намного круче того, что мы уже можем сделать. Арбалет школы медведя. Силотайк плюс 58%. И здесь... Это для 29 уровня. Они тоже для 29-го. По сути, оба доспехы довольно крутые. Этот сила в атаке 210%. Здесь 225. В общем, арбалет школы кота, в принципе, выигрывает по урону. И у нас письмецо тут выпало. Оно может о чем-то рассказать. По-моему, это то же самое письмо. Вот, это оно. Письмо... Дрожайшее сердце моему Ингеборге. Письмецо есть. Обыскать развалины корчмы. Это последнее место, где мы еще не смотрели с вами, ребята. По сути, опять же, поиск этой брони всей очень-очень прост. Как вы видите, очень прост. Если вы находите даже один элемент доспехов, вы открываете. Там сразу будет письмо, которое расскажет вам о еще нахождении двух-трех. Даже бывает, что и всех остальных шести элементов брони. И это, естественно, очень упрощает процесс. Что же, а теперь, ребятки, мы с вами переносимся в развальном корчмы. Тут даже... Я уже эту точку зачищал, кстати говоря, видимо. Да, я даже помню, что я ее зачищал. Но он не знал, что здесь можно найти кусочек брони. Когда я вырасту, стану жрицей. И мне надо идти замуж. Я за тебя очень рад, девочка. Похоже, тут есть подвальное помещение какого-то рода. Да. Вопрос в том, как туда попасть, ребятки. Возможно, Арт в помощь. Нет? Дело в том, что оно тут есть. Но просто в том, как туда все-таки попасть. Видите, там даже два создания каких-то имеются. Если мы там попадем, вопрос там еще как выбраться. А вот оно. Вот оно. Тут нужно пролезть между досок. Это уже немножко более сложное место, мне кажется. Для поиска. Его уже найти самому было бы трудновато. Разрешно по 2 призов. Я бы решил, что он не залез. Я бы сюда не залез. Если бы не знал, что тут может быть что-то ценное. Ему интересно ведьмака Герда, который у нас уже имеется. Вот сундук. Если он с сундуком появляется, я сейчас вам покажу, вот такие голубенькие шарики. Это значит, что в сундуке что-то есть ценное. Стальной меч, школа медведя, записка Керчмаря. Что же у меня есть в этой записке Керчмаря? Может, записка у нас здесь, записка Керчмаря. И готово, ребят. Мы собрали весь сет брони школы медведя. Вопрос в том, весь ли это сет брони. Потому что обычно у брони несколько улучшений имеются. Ну ладно, это был сет брони школы медведя. У нас еще есть школа кота обновления номер 3 и школа грифона обновления номер 4. И нам нужно найти последний чертеж школы грифона. Давайте займемся этим прямо сейчас, чтобы серия не была слишком короткой. И упростим процесс. Вот, находится здесь. Здесь находится очень сильный моб 30 уровня. По-моему, по-моему, или... Это одноглазый, как называть, циклоп. Точно, или там, или циклоп, или великан, не помню, что точно. Одна из этих тварей. Очень сильная, и я ее победить не смог. Когда у меня был 25 уровень, что, конечно же, естественно. Теперь у меня 35-й, и я думаю, мне по силам любое существо в игре, кроме великих мобов 50 уровня. Кстати, заметил такую интересную черту, что часто эти мобы исчезают со временем. Вот, я заметил, что... Даже если я их не побеждал, иногда они просто исчезают. Так что, вполне, тут может никого не оказаться. И нет, нам везет, ребят. И не везет. Циклоп 30 уровня. Так прям, по заказу, ребят. Ой, ой-ой-ой. Нет, Геральт, нет! Ну, о, боже мой. Попытка номер два, ребята, надеюсь... Вообще, я думал, что самое страшное будет. Он до сих пор лупит моего ханя, бедная платва. Ну, она бессмерт. Не могу, да... Меня убило в пазре, а то, что они мне некуда было перекатываться. Надо не давать себя к обрыву приезжать. И циклоп мертв. Идем внутрь. Место здесь, имеется место силы. Первый бонус, правда, оно находится где-то наверху. Сейчас вопрос в том, есть ли тут сундучок, или же он находится выше. По маркеру, он находится здесь. Или даже где-то здесь. Здесь, здесь, смотришь, смотришься. Определенный, Геральт, ты сказал это дважды, по моей вине, то здесь определенно стоит смотреться. Я думаю, что все-таки наверху должно находиться и то, и другое. Вот и подъем наверх. Прям песни кипелого, путь наверх. Медальон дрожит. Это место силы. Я плохо посидел вместо силы. Скорее всего, в одном из... О, смотрите, смотрите сколько всего. Мастерские штаны, перчатки. Это целый сет брони. Ну и давай, засчитываем мне теперь задание. Мастерские штаны школы Грифона. По сути, залезть, кстати, можно было и здесь, и обойти тролля. Но дело в том, что я не знал, что и тут есть, тут можно залезть. Так что, видите, есть читерские пути обхода. Осталось только улучшение школы ката, которых всего здесь три в данном случае. И еще карты, которые указывают на местоположение всяких вот этих приблуд ведьмачек. Можно, кстати, найти у торговцев. Так что, обязательно проверяйте всех торговцев. Если у них есть карта со странным названием, то... Обязательно покупайте. А в чем они дешевые? Они стоят по 200 монет. Вы не пожалеете о покупке. Не волнуйтесь, мы будем крафтить всю эту броню. Пока что я решил ее собрать. Ну, как-то для начала. Едем еще. Кошачья броня недалеко, так что можно... Я тут был, но я не знал, что тут есть броня. Теперь тут и точка быстрая... Нет, точка быстрая вещей тут так имеется. Нам нужно переместить склады еще, чтобы эту броню найти. Да, броня это в Новиграде, значит. Ну, отлично. Находится в этой пещере, которую я обчистил. Что же, плохо я пещеру чистил, раз броню не заметил. Вот, ребят, я пришел к очередному месту обитания брони. И у нас здесь обитает элементаль земли. Очень злой элементаль земли. Злой эменталь земли, как сыр, ребят. Эменталь, я знаю, элементаль. Эменталь прикольно звучит. Я даже меч смазал, но все равно очень тугу убивается. Умирай уже быстрее, я броню хочу. Вы угадаете, кто победил правильно, Геральт? Здесь стоит осмотреться. Определенный. Сейчас найдем броню. Вот и броня сразу нашлась. Отличный распех школы кота. Отличный, по-моему, последний степень. Это как бы уже самый лучший. Который только может быть. Что ж, броню нашли. Теперь нужно найти улучшение для серебряного и стального мечей. Что ж, ребят, мы скачем по совсем уже далеким землям. Вот очередной комплект брони у нас даже за Новиградом находится. Уже прям здесь. Здесь у вас уже прям ничего не живет. Быстро. Ну, а тут какой-то интересный зам... А, нет, это уже город впереди. А за городом должно быть что? Там аж целых два секрета на том месте, куда мы едем. Так что посмотрим, что там и как. Скорее всего, там очень большой моб. Мощный. Потому что сейчас там мощный моб как раз-таки и находится. Где-то на краях карты. Так, у нас тут пещера. Это уже стрёмно. В пещере ничего хорошего жить не может, ребята. Плотва в естественной среде обитания. Пусть там и остаётся. Что ж, идём в пещеру. Нам нужно искать улучшение... Школы кота. Примем маслица, чтобы быстрее разбираться с големом. Меня глушили. Я не мог ничего сделать. Готов. Ну и где же у нас улучшение? О, нашлось. Отличный. Так и знал, что он будет в сундучке. Что же, меч найден. Это было слишком просто, но мы его нашли. Пойдём на последнее дело. О, тут ещё что-то есть, ребята? Только где-то наверху, надо мной. Может быть, это и не броня, но давайте сходим проверим, что тут. Определённо есть какой-то знак, но как открыть этот проход, я не знаю. Заметки алхимика. Тут очень много полезных ингредиентов, вот что я могу сказать. В заметках алхимика, походу, ничего полезного не было. Это же рецептика какого-то. Ну да ладно, видите, ничего ценного здесь не было. Выходим из пещеры, идём на последнее здание по поиску. Кстати, у грифона, кажется, больше всего элементов было, получается, в броне. Я не смог удержаться и подумал, раз я здесь, давайте пойдём к этому сокровищу, который охраняет глава глаз. Стальной эльфийский меч у нас теперь есть, ребята. И новый арбалет, и, собственно, ингредиенты с глава глаза. Вот поэтому эти знаки вопроса лучше посещать, ребят. Всегда что-то ценно на них находится. У нас здесь теперь арбалет получше, перчатки. Мне уже тяжело всё это будет унести. Штаны убийцы. Вечного огня доспех, извините, не возьму. Доспех охотников за колдуньями. Тоже надо просто от него избавиться. У нас 2-то их доспеха было. Готово. Что же, а теперь поехали отсюда искать последний кусочек улучшения до серебряного меча. Посмотрите, что у нас тут. А тут у нас пещера. И я... Вы знаете, я никогда не ходил в траке с полным здоровьем. Стоять нам нужен более точно указатель, где искать. Пещера немаленькая. Один накер охраняет целый сет брони. Вернее, это не броня, это улучшение до серебряного меча. Что ж, бедная охрана, видимо, видимо, не хватило денег на лучшую. Скорее всего, броня находится здесь. Видите, это типа секретный проход. Почему типа секретный? Да потому что, ребят, любой дурак его увидит. Ну, конечно же, чертёж находится здесь. И отличный серебряный меч. Да, это оно, ребята. Мы собрали все улучшения школы кота. Я хочу перепроверить, есть ли ещё улучшения для доспехов. Используя великий и могучий интернет. Если они есть, собрать их. А если нет, мы сейчас поедем в оружейную. И, собственно говоря, будем крафтить. Что же, ребят, вроде как я всю броню собрал. Интернет мне ничего не подсказал. Кроме того, что походу у меня собрана, ну, вроде вся броня. Но я хочу, так сказать, заняться её, скажем так, ковкой, что ли, потом. Покрафтим броню и оружие потом для Ведьмача школы в отдельной серии. А пока что спасибо за просмотр, ребят. И увидимся мы с вами в следующих эпизодах. Ведьмака. Пока, ребята.